Аль-Баки. Вечный, постоянный, неприходящий. Исчезнет всё, что суще на земле. Навек останется лишь лик Господень, преславный, щедрый, достохвальный. Всё сущее во Вселенной имеет свой конец. Человек рождается, живёт и в конце своего весьма краткого жизненного пути умирает. Этот конец неизбежен для каждого из нас, без исключения. Смертны и люди, и растения, и животные однажды прекратить своё существование и Земля, и Вселенная. Таков закон. К примеру, дерево может просуществовать на Земле несколько сотен лет, но в конце концов и оно исчезнет. Всё сущее, прожив определённый промежуток времени, оказывается в Земле. Смертны и приходящие, и неодушевлённые сущности, и материя, и они имеют свой конец. Необратимый законам времени, всё подвергает тлению и веншанию. Что осталось сегодня, к примеру, от народов, живших на Земле тысячи лет назад, сегодня мы видим лишь излевшие руины, былой роскоши и красоты их строения. Об этом также напоминает нам Господь в Коране. И сколько селений сокрушили мы, когда они нечестие творили. Их стены сокрушились на их своды. Сколько пустых заброшенных колодцев и замков, стоящих в безмолвии. Напомни им, как много поколений до их прихода погубили мы. Ты чуешь хоть одно из них? Ты слышишь хоть малейший шорох? Так же, как и всё сущее, имеет конец своего существования и наша бескрайняя Вселенная. Все небесные тела, звёзды, галактики и Солнце однажды утратят весь энергетический запас и прекратят существование. Однако всё перечисленное может исчезнуть в небытии и иным образом, если на то будет воля Всевышнего Творца. И Он назначил день конца Вселенной, день конца света. И Аллах непременно исполнит свой обет. Всё конечно, и Вселенная, и всё сотворенное. Аллах же Творец, и вечность принадлежит лишь Ему. Субтитры создавал DimaTorzok